Всем привет, друзья! Меня зовут Нуржан Альфа, и в данный момент я являюсь предпринимателем. Я веду три проекта одновременно. Мой первый бизнес — это был массажный салон, nurumassage.kz. Второй основной бизнес — это IELTS Center. И третий бизнес, где я недавно стал партнером, — это, получается, цветочный магазин alphaflowers.kz через дефис. Хотел начать с того, что немного рассказать о себе. Мне сейчас 23 года, и я начинал с того, что в школе еще мои первые заработанные деньги были с того, что мы организовывали вечеринки с другом, начиная с 10-го класса. Первые заработанные мною деньги, они были в 10-м и в 11-м классах. Тогда мы с другом занимались организацией вечеринок для школьников, которых не пускали в нормальные ночные клубы. Мы находили более-менее топовые места в Алматы, такие как Cosmopolitan, в то время еще было место, я уже забыл, Сапфир, как она называлась. Многие ребята того поколения, 2011-2012 года, заканчивающие, они помнят эти вечеринки. Тогда мы назвали еще друг друга Partymakers, Production, что-то такое. Затем я поступил в университет, отучился на специальности инженера. Благодаря тому, что я учился в техническом вузе со знанием английского языка, я закачивал лингвистическую гимназию номер 105 в Алмате. Я очень много путешествовал, работал на кафедре, был научным сотрудником, побывал во многих странах. Был в Швейцарии, в Болгарии, в научных конференциях участвовал. Очень хорошие опыты получил в 2014 году, когда улетел в штат по work and travel с ребятами с моего уже университета. Тогда мы три месяца работали в штате Массачусетс. У меня было четыре работы сразу. Я встал в пять утра, шел на склад, где работал, называется warehouse, то есть на складе большой холодильник. И мы собирали продукты в коробке, сортировали для ресторанов на всем острове Кейп Кот. Кейп Кот, чтобы вы понимали, это такой остров, как Иссык-Куль для алматинцев. То есть туда ездят люди из Нью-Йорка, из Бостона. После того, как я работал на складе, я ехал сразу, получается, на автомойку. Я устроился на автомойку, только это называется не просто car wash, потому что в Америке car wash – это когда люди сами моют машину, закидывают монеты. А я работал в detailing shop. Detailing shop – это когда люди платят от 150, от 120 долларов за то, чтобы им просто отполировали до блеска машину, полностью внутри пропылесосили, чтобы она просто была суперчистая. Вот там я работал. Затем я ехал обратно к себе. Я жил в трейлере, это был очень интересный экспириенс, такой дом на колесах. Я ехал туда, мы кушали. Рядом с нами был дом с коммуникациями, все было нормально, то есть мы не дикари тогда были. Я обедал, отдыхал и потом ехал к пяти часам вечера в пиццерию, где я уже работал официантом. Благодаря тому, что у меня был хороший английский, я уже смог устроиться в сервис. Работать в более уже приятной обстановке с клиентами, с американцами, постоянно контакт, отвечал на заказы по телефону, работал на как бы фронт-офис, работал с кассой. И четвертая работа, она была в основном на выходных, это moving job. Многие казахи знают, те, кто в Америке живет, это как работа грузчика, ты помогаешь людям с переездом. Мы работали очень плотно с ямайцами, люди с Ямайки, то есть они там жили с нами, и вместе работали как на warehouse, так и на moving job. Это все называется Ron Fancy Production, то есть где мы работали. Ron Fancy – это такой мужик американский, он там был провайдером для нас, то есть по job offer. Я очень много интересных людей там узнал, прошел такой путь взросления в течение трех месяцев, когда ты в чужой стране абсолютно взрослеешь и набираешься опыта, зарабатываешь деньги, выживаешь, а еще и потом в принципе можешь наслаждаться путешествовать. Я поехал в Лос-Анджелес, где провел две недели прекрасно, снял крутую тачку, поехал я туда к друзьям и просто наслаждался жизнью, это было до заборного времени. Я вернулся в Казахстан, у меня было очень много подарков для родных, близких, для себя. В 2015 году я уже, получается, был на последнем году обучения в университете, там было время написания диплома. До этого я выиграл грант и был один из четырех молодых ученых со всего Казахстана, кто поехал по программе Newton Al-Farabi Joint Project. Это научный проект, который подразумевает, чтобы наши ученые, казахстанские молодые ученые, могли решать с помощью британцев, таких ученых, проблему загрязнения рек Казахстана. То есть такие реки, как Арыс и Бадам в Южной Казахстанской области, там раньше, это возле Шемкента, там раньше стояли заводы свинцово-цинковые, и там очень много загрязнений именно в реках. И наша задача, она была в университете Аберистик, куда мы поехали, это Уэйлс, страна Уэйлс, это одна из стран-участниц Соединенного Королевства, УК. И мы работали в городе Аберистик, это одноименный университет в этом же городе. На протяжении двух месяцев мы, как настоящие сотрудники этого университета, научной кафедры, занимались в лаборатории, писали статьи. Я даже, получается, имею статью авторскую с импакт-фактором. Те, кто работает в научной сфере, они знают, что это такое. Это тоже был бесценный опыт, безусловно. Я еще попутешествовал по Великобритании, съездил в Ливерпуль, повторял в футбольный матч своей любимой команды, побывал в Лондоне у друга. Все эти моменты – это незабываемый такой экспириенс, полезный. Потом я вернулся в Казахстан, написал диплом, уже заканчивал университет. Университет я закончил, наступило лето, я поехал к сестре, которые сейчас с мужем живут в Испании, они занимаются этим бизнесом. Мне там они предложили работу, заниматься там с ними, продажей недвижимости. Я даже попробовал себя в этом, то есть я поездил на показы, элитные недвижимости, понял, что это не совсем мое. Пробыв там все лето, я вернулся в Казахстан и начал искать работу. По специальности, естественно. Со временем я понял, что это не мое. Я поработал в компании, которая называется «Эко-Жабалава». Это проектная компания, они занимаются как раз таки в канализации, водные ресурсы, города и так далее. И в какой-то момент меня пригласили в проект образовательного центра. И с тех пор начал самый путь именно работы с английским языком, с преподаванием, с международными экзаменами, как IELTS, TOEFL. До этого я еще готовился к саму IELTS и успел поработать. Вот был определенный промежуток где-то между Великобританией и между написанием диплома, когда я готовился к IELTS и успел еще попреподавать в том же центре, где я готовился. Это все было написано, указано в МРезюме. И когда, получается, я вернулся с Испании в Алмату, меня пригласили стать управляющим младшим партнером в образовательном центре. Это был бесценный опыт, то есть я выучил все бизнес-процессы, которые нужны для выстраивания такой школы. Дальше меня пригласили в еще более крупный и интересный проект, там, где я был директором департамента по международным экзаменам. Это тоже был очень интересный опыт для меня. И наступил момент, когда у меня есть друзья-предприниматели, которые занимаются бизнесом уже давно. Они такие же молодые, как я. И они подтолкнули меня на то, чтобы я начал свой путь предпринимательства, то есть начал свой бизнес. И это, наверное, был самый такой прекрасный, при этом тяжелый момент в моей жизни. Это очень большой стресс и переживания. И во многом мне помогли курсы, которые я успел пройти в течение трех месяцев. До этого, то есть пока работал еще в том проекте, я ходил в КБТУ, выиграл там тоже грант на MBA-курсы. Там три профилирующих предмета, такие как Motivation Leadership, Decision Making и что-то еще было такое, Problem Solution, кажется. Все эти курсы, они тоже во многом меня сподвигнули на то, что нужно заниматься чем-то своим, что я могу, я понимаю, что я достаточно умен для этого. Примерно с сентября 2017 года я начал свои первые движения вот в начатии бизнеса, в открытии этого бизнеса. И бизнес-фабрика – это то место, где я начинал. Так вот, я остановился на том, что в 2017 году, в сентябре, я начал делать свой бизнес. Это IELTS Center. IELTS – это такой продукт для меня, это монопродукт. То есть я не занимаюсь образованием общим, да, General English, другие языки. Я решил выбрать определенную такую узкую специальность, в которой очень хорошо разбираюсь. Так вот, я составил свой учебник по своей авторской методике. который состоит из самых основных материалов. Он рассчитан на 6 недель подготовки. Это полтора месяца, 18 уроков, 36 часов. Я сам готовился по этой же методике. И первый раз, когда я не готовился к этому экзамену, я набрал 6,5. На то время я просто преподавал английский язык. Затем я, назовем это так, включился, начал искать материалы, готовиться. Сделал свой собственный сборник. Он выглядел сначала непрезентабельно. Он был для меня лично. Я набрал 7,5 баллов. Уже такое достижение для меня, achievement. Усильно начал заниматься этой программой. Сделал из этого целый курс. И теперь вот вся философия школы, она основывается на том, что мы даем один качественный продукт всем тем, кто хочет подготовиться к KILS. Если говорить о наших студентах, то это в основном молодые люди из более-менее таких обеспеченных семей, которые собираются или планируют учиться за рубежом в престижных университетах. А также это могут быть более взрослые люди, кто уже поработал достаточно долгое время, имеет большой опыт и хочет уехать на магистратуру, на PHD, либо просто переехать на PMG в такие страны, как Канада, Австралия, Великобритания. И мы сопутствуем этим людям, помогаем, мотивируем, готовим их, работаем с такими людьми. Что еще я могу сказать? Когда я начинал, я был абсолютно один. Это был такой интересный момент в жизни. Я все делал сам, потом потихоньку начал искать людей, помощников. И начался этот самый естественный рост. То есть, чтобы вы понимали, сентябрь, спустя два месяца, октябрь, ноябрь, и в конце ноября у меня уже 9 сотрудников. Из них 5 преподавателей, один продажник, полностью селс-менеджер, один администратор, один человек — это я, и второй человек — это мой партнер теперь уже. Его зовут Мохамбет, кстати. Начинал он с того, что он был просто моим помощником. То есть, правой рукой он делал абсолютно все. То есть, я как идея-генератор выступаю, то есть, я креатив, что-то придумываю постоянно, как зажигалка. А он это все реализует. То есть, делает так, что это все работает. И мы друг друга дополняем таким образом. Теперь наши дальнейшие планы. Мы собираемся в конце марта... Я лечу в Астану. Не знаю, сколько я там проведу времени. Я не боюсь этого. Я могу остаться там на 2-3 месяца. Мы собираемся открыть вторую точку уже в Астане. То есть, я не хочу открывать вторую точку в Алма-Ате. Потому что я считаю, что ту целевую аудиторию, которую мы могли сделать, на себя перевести, мы и так максимально все это делаем. Теперь мы летим в Астану и пытаемся повторить уже наработанную методику построения бизнес-процессов уже там, в таком же каворкинге. Потому что я понял, что на самом деле мне не нужен какой-то огромный или там свой личный офис, где только мы находимся. Меня абсолютно устраивает каворкинг-система, особенно для такого центра, как мы. То есть, где наши сотрудники могут постоянно с кем-то контактировать. Им никогда не скучно. То есть, на самом деле, это довольно-таки интересно. И вокруг всегда очень много интересных людей. Хотелось бы подвести итог всего этого монолога. Мы на самом деле занимаемся тем, что мы хорошо знаем. Мы профессионалы своего дела. Соотношение цена-качество на рынке именно IELTS, TOEFL и другие экзамены, подготовка к этим экзаменам, у нас, наверное, сейчас на первом месте, в принципе, в городе. LTV, вот этот Lifetime Value, то есть то, сколько времени студент проводит с нами, обучается, это всего 6 недель, полтора месяца. То есть, LTV достаточно короткий. И за это время мы, как бы, осознавая все это, мы знаем то, что наш продукт, он, можно его сравнить с фастфудом. И мы хотим, чтобы каждый студент, который у нас обучился, был полностью доволен. И самое главное – это результат. То есть, сколько бы ни было крутых видеороликов, маркетинга и так далее, самое главное – это когда человек приходит, обучается и потом набирает высокие баллы. То, что мы, в принципе, и гарантируем людям. Теперь хотел бы сказать пару слов о преподавателях. Наши преподаватели – это очень компетентные люди. Каждый из них сам сдавал IELTS, так же, как и я. Их средний балл – это 8,0. И очень примечательно то, что они работали в таких компаниях, как EF, Interpress, British Council. У них есть опыт в самых основополагающих организациях, связанных с языковым миром вообще в этой стране. Наша команда. У нас есть отличный сейлс-менеджер Анара. Наш администратор, регистратор – это Алтанай. Она собирает группы, отвечает за бухгалтерию в данный момент. Мохамбет, я уже про него сказал. Это вот мой партнер младший. И преподаватели их у нас сейчас пятеро. Это Алибек, новый преподаватель. Гульмира, кто там еще у нас был? Алибек, Гульмира, Дастан Андерсон. Всеми известные, любимые. И еще две девочки – Тамирис и Сымбат. Они самые молодые в команде преподавателей, но при этом, считаю, они тоже очень ценятся среди студентов. Все их любят. И, наверное, самое главное, я считаю, что сейчас очень популярно стало ходить на бизнес-тренинги, начинать бизнес, предпринимательство. На самом деле, это не так просто. И всем, кто смотрит и собирается что-то делать в будущем, я хотел бы сказать то, что я считаю, что любой бизнес начинается с продукта. Если у вас качественный продукт, вообще начинается с идеи. После идеи начинается ваш продукт, то, что вы продаете. Это может быть сервис или товар какой-то, на который можно налог обложить, НДС. Это уже не важно, что вы продаете. Если вы что-то продаете, это должно быть то, в чем вы намного лучше всех остальных. То есть у вас должны быть конкурентные преимущества. Вы не можете просто взять и выбрать нишу, которая там кажется вам прибыльной, с высокими, большими чеками и так далее. Так это не работает. Вы должны быть специалистом в том, что делаете. Вот. У нас три проекта, повторюсь. Это массажный салон, IELTS-центр и цветы на данный момент. Так что я оставлю адреса веб-сайтов. Вы можете зайти и посмотреть на эти веб-сайты, позвонить, оставить заявку, убедиться в том, что это рабочие бизнес-процессы, все это работают там живые люди и так далее. В принципе, вот. На этом я хотел бы завершить наше знакомство с вами, ребята. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok